Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 мая, только теперь уже не утро, а вечер. Утром я вот делала опрыскивание, приходила сюда, заходила. Днем про листья рассказывать не стала, здесь было очень жарко. Завтра уже буду притеняющую сетку накидывать. И сейчас я вот добралась наконец-то до листьев. Этот вопрос интересует всех, сколько удалять листья. Вообще зачем мы удаляем листья? И вопросов очень много, и как удалять, и поскольку. Когда? Начнем все по порядку. Вы, вероятно, все смотрите видеоролики и видите, у одного в теплице совсем томаты без листьев висят, то есть лысые. А у другого листья, у некоторых даже еще семидольные, сохранены почти весь сезон. То есть тут опять все огородники делятся, и делятся на две категоричных группы. Одни удаляют все и считают это самым лучшим вариантом. То есть они оставляют только 2-3 листочка, и считают этот метод сохраняет и от грибковых заболеваний, предотвращает, и не расходуется лишняя энергия у растений, все эти питательные вещества на рост листьев. Ну, конечно, они приводят аргумент, что и хорошее проветривание, и все-все-все, каждый свой метод защищает. А другие огородники, большая часть утверждает, что полностью обрезать лисе нельзя, потому что это нарушает все-таки циркуляцию, и вот эти все процессы жизненно важные, как водный баланс нарушается, разрушаются процессы питания, и ограничивается, что самое главное, вот этот фотосинтез, который проходит именно в листьях. Ведь без листьев растение жить не может именно в листьях. Питательные вещества, которые из корней поднимаются, они в листьях, вот, как сказать, можно выразиться, перевариваются, превращаются в ту форму, которая нужна для питания клеток. Листья, короче, необходимы. И вот эта часть, которая не рекомендует все полностью обрезать, они рекомендуют удалять всем только нижние, старые, пожелтевшие, которые на земле. И я вот отношусь к этой группе, которая более разумная, которая умеренное удаление листьев практикует, то есть я никогда не делаю томаты голыми, а удаляю все постепенно, начиная с самой высадки, при высадке первые два, которые заглубляю, удаляю, и потом понемножку, понемножку, по мере формирования кисти. Но вы можете выбрать для себя любой вариант, можете попробовать так, несколько кустов оставить, а несколько кустов можете оголить сильно, и вы в конце сезона увидите, какие томаты лучше себя чувствуют, какие хорошо завязывают плоды, формируют. И вот это удаление листьев, это тоже относится к методам формирования куста. Когда я говорила, что мы формируем в один стебель, в два стебля, к формированию относится прищипка верхушки, удаление листьев, это все формирование. И цель у этого формирования, цель вообще вот нашей этой вот вмешательства в жизнь растений, конечно, цель у всех одна. Получить как можно больше урожая на меньшей площади. Ну, короче, чтобы земли было мало, а плодов было много, это все мы хотим, и мы разными-разными способами хотим добиться. И вот эти все агротехнические мероприятия мы делаем только для того, чтобы создать благоприятные условия и для набора массы, для цветения, для всего. Так, начнем именно конкретно про удаление листьев. Я считаю, и многие так считают, что ни в коем случае нельзя сразу после посадки кустов удалять все листья или удалять много листьев. Во-первых, нужно подождать, когда куст адаптируется, когда он на новом месте привыкнет и к почве, и сцепка будет с грунтом, и нарастут новые листики. Перед тем, как удалять старые, нужно, чтобы какое-то определенное количество листьев все-таки было, потому что пересадка это все равно стресс, хоть вот я в стаканах пересаживаю. И лучше все-таки обрывать всего лишь по несколько листиков подход, то есть по несколько листиков в неделю, а не массово, не так, что вот мы не обрывали, не обрывали, потом пошли раз, 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 раз и все обстригли, осталось 3 или 4 листика. Это тоже стресс. И это тоже нарушение водного баланса, то есть корневая система работала, например, на 12 листьев, осталось 4. Все у нее вот это. Как она может отреагировать, мы никто не знаем. Может ослабиться куст, может заболеть, ослабленный может заболеть. И вот все вам скажут, кто много-много лет в огороде работает, но не работает, как ведет огород, все вам скажут, что лучше всего своевременно и разумно удалять листья, и это и ускоряет рост плодов, и увеличивает размер. Все, начинаем удалять обдуманно, постепенно, только лишние. И с чего начинать? Всегда, в первую очередь, удаляю листья, которые лежат на земле. Ой, извините, я на коленках стояла сейчас. Вот листья, которые лежат на земле, это, я не буду говорить, что это рассадник заболеваний, но это, как я уже говорила, это мостик для фитофторы, то есть она с грунта, хоп, и заскочит, поэтому листик и побежит, и на ваш товар. И особенно вот эта беда, вот тех томатов, которые мы лежа укладываем. Вот видите, я сейчас пройдусь, и я вам покажу, что те томаты, которые стоя, видите, у них мало, у которых листья касаются земли, но те, которые я укладывала лежа, вот они томаты-то встали, но вот эти листья, которые у них, вот они лежат, я их буду обязательно все удалять. Вот завтра прям возьму ножницы, и несмотря на то, что листья здоровые, зеленые, большие, все буду их удалять. Но я не удаляю, потому что я даю растению немножко привыкнуть, прижиться, освоиться. Потому что пересадка и так стресс, как я уже говорила, а я сейчас еще начну им стрижку модельную делать, и они вообще на меня обидятся. Значит, нижние листья, которые лежат на земле, я всегда удаляю, и считаю, что это правильно. Потом, по мере... А, ну еще не на земле. Если, например, вы высадили и два нижних листа, обычно они бывают старые такие, пожелтевшие, они уже... Ну, вот как я вот говорила про листья пенсионеры, они уже выработали свое, они уже фактически не нужны кусту. Их тоже можно удалить, даже если они не касаются земли. Они вот есть такие... Сейчас покажу вам. Отодвинусь. Вот, например. Ну, этот касается земли, но он уже желтенький, такой старенький. Тут у этого же томата нарастают новые зеленые листья, и старые можно удалить. Все. Дальше. Ну, томат же развивается, растет дальше. Что мы делаем дальше с листьями? Иногда же нам приходится удалять не только, которые растут на земле, ой, лежат на земле, и не только, которые слабые, старые, но и нормальные, потому что сейчас начнется бурное обрастание листьями. Да, мы начинаем обрывать постепенно до первой цветочной тире плодовой кисти. Как только томат отцветет, у него начнут завязываться плоды. И вот есть такое правило, негласное оно или гласное, но многие его придерживаются, что как только плоды сформировались на первой кисти, листья до этой первой плодовой кисти можно убрать, что они уже не нужны. Все. Томат сформировался, листь свой отслужил, его можно убирать. Так многие и делают, у кого многолетний опыт и стаж ведения огорода. Дальше. Продолжается формирование второй кисти. Как только вторая кисть сформировалась, мы продолжаем, поднимаемся, поднимаемся по томату, но сейчас еще их нету, удалим и до второй кисти и постепенно, по мере образования вот этих плодов, по мере созревания, мы продвигаемся с удалением листьев. Обычно, к тому времени, когда сформируется плод, листики тоже уже превращаются в такие, в старые, они иногда прям подсыхают, скручиваются, и мы их убираем. Обязательно убираем, ну про пасынки я не говорю, пасынки обязательно убираем, и обязательно убираем все, которые появляются на томатах, листья какие-то скрученные, с желтыми пятнами, которые с бурами, но от которой у вас подозрительный лист, если вы видите, что он вам не нравится по внешнему виду, не должен он у вас на томате, например, висеть, вы думаете так, нужно его убрать, потому что чаще всего это бывает или начало инфекции, вся фитофтура начинается на нижних листях, на обратной стороне, если вы видите, что на листе что-то постороннее начинает образовываться, обстричь немедленно и убрать, все, почти все так делают. Ну и вот все, это основное, что нужно знать, что не нужно много удалять, что нужно постепенно удалять, в первую очередь, те, которые на земле, те, которые старые, желтые, потом по мере созревания и формирования плодов продвигаемся вверх, налилась кисть, убираем нижние листья, дальше вторая кисть налилась, убираем листья, и постепенно у нас получится так, она будет томат в форме пальмы, сверху он будет зеленый, кудрявый, как дерево, а внизу будет вот один ствол или два ствола, все. Так, что еще сказать? Ну для чего мы удаляем? Еще скажу пару слов, но это, наверное, все понимают, что когда мы удаляем листья, так же, как и пасынки, то вот это все питательные вещества, которые могли бы пойти на питание этих листьев, они пойдут на формирование плодов, на рост новых листьев, на образование, на скорейшее созревание, и вот когда под первой кистью не будет листьев, никто не будет забирать те питательные вещества, которые идут к кисти, она скорее созреет, и так, что не бойтесь обрывать листья, если у вас все это пройдет как плавно, разумно, в таких пределах, умеренно, то все будет нормально, вот удаление листьев, это один из приемов, который помогает нам ускорить именно созревание, освободили, вот да, налилась кисть, освободили все листики, и все питательные вещества прямо к помидорке, к вашей придут. Все, до свидания, это про листья, если у кого-то еще есть какие-то вопросы, задавайте, будем тогда развернуто, более углубленно рассматривать. Все.